Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 30 ноября, завтра 1 декабря и наступает уже как календарная зима. Декабрь это зимний месяц. Но у нас в сибирском регионе, где я проживаю, зима наступила уже очень давно. И вот сегодня, достав очередную партию томатов и перцев зимнего хранения, зная, что эта тема интересует очень многих, я решила показать вам 5 очередных сортов, которые показали у меня чудеса выносливости во время зимнего хранения. Я уже говорила, что я предпочтительно, ну как уже знаю, что нужно давать предпочтение перцевидным или мелким сортам, таким некрупным, они хранятся очень хорошо. Ну вот меня поразили в этом году чудеса выносливости еще одного сорта, нового, который я раньше не хранила. Вот смотрите, есть же у нас сорта, которые специально для хранения. Жираф, лондкипер и ну там все остальные, они позднеспелые. Их специально выращивают, чтобы хранить. Ну вот этот сорт, который очень хорошо пролежал, они вот смотрите, даже не верится, что зима. Я вот достала все эти сорта, они как с куста, посмотрите какая красота. Это вообще тверденькие, хорошие такие. И вот среди них вот эти сахарные пальчики, им я удивилась очень вообще. Если эти, ладно, они там индетерминатные, они долго растут, у них длительный период, то это относится сорт к ранним сортам. Сейчас покажу описание вам. Вот видите, сахарные пальчики. Превосходный раннеспелый сорт. Плоды овальные, красные, вес 70-100 для целенаплодного консервирования. По весу он подходит к тем томатам, которые я всегда укладываю на хранение. Но по срокам раннеспелый томат. В чем секрет? Ну вот просто вот эти томаты, которые я укладывала, они осенью не все успели поспеть. Он был много-много-много спелые, я употребила осенью. А эти я положила на крайний случай, думаю, вдруг долежат. Ну и представьте, еще раз повторю, что чудеса выносливости. Долежал до декабря. Вот завтра уже будет декабрь. И не все они даже еще переспели. Вот видите, вот этот такой как тугой. Он еще такой, не очень спелый. Врать не буду. 100% выхода нет. Сейчас уже, раз уже завтра декабрь, они лежат уже очень давно. И начинаются уже, сейчас надо их употреблять. Начинается, видите, вот начинается все с таких маленьких пятнышек. Но таких плодов очень мало. Больше всего они, видите, переспевают и начинают превращаться как бы в томатную курагу. То есть они высыхают. И вот эти, и вот мило. Так, про сахарные пальчики я сказала, что он прохранился очень хорошо. И я удивилась, что он не предназначен для хранения, что это вообще ранний сорт, вот этот пальчиковый, считается раннеспелый. Все, это вы учли, что можно и ранние сорта пробовать. Я вам всегда говорю, экспериментируйте, пробуйте. Иногда вот делаешь поперек правил. Казалось бы, он ранний, он должен быстро поспеть. Его нужно съесть в первую половину лета. Но если не успел поспеть, вот на хранение, прекрасно. Следующие два сорта. Вот они похожи друг на друга. По форме. Оба индетерминатные сорта. Но они разные по цвету. Желтый, вот этот вот, это старик Хатабыч, а это мило. Я заказывала нынче, ну не заказывала, а как получила их по обмену у другого, тоже такого же человека, который занимается семенами. Я сейчас вам расскажу про них. И если, к сожалению, у меня нынче, я их сама только начала разводить, семян очень-очень мало, но имейте в виду, или на будущий год, или на когда-то где-то купите, вот мило у меня. Индетерминатные растения, хорошая урожайность. Помидоры вырастают, вытянута грушевидной форма розового цвета, вес 100 грамм. Хорошие вкусовые показатели, идеально для консервирования. И старик Хатабыч. Сейчас я рассмеялась, когда читала, смотрите. Средний срок созревания, индетерминатные растения, хорошая урожайность, помидоры вырастают в грушевидной форме, желто-оранжевого цвета, хорошие вкусовые показатели, достаточно хорошая сохранность плодов после их съема до 20 дней. Вот представьте, указали до 20 дней, у меня он пролежал 2 месяца, и они в такой хорошей форме, что, ну вообще, даже грех на них что-то сказать. Вот, конечно, ну это природно, это еще так, сняла я с таким пятнышком. Это пятнышко, оно сухое, видать, может, кнулось или что-то. И еще даже знаете, что поспели не все, видите, вот этот старик Хатабыч, он еще полмесяца пролежит, эти еще твердые. Но единственное условие вот для такого длительного хранения, конечно, я их снимала зелеными. Я их снимала зелеными, и вот сейчас у меня во время этого видео, у меня не будет, конечно, времени каждый вот из сортов продегустировать, я там еще про перец хочу дальше сказать. И вот мило тоже, тоже в прекрасном состоянии. Вот хоть сейчас салат режь, конечно, они, томаты после зимнего хранения, они в средине не очень, не такие идеальные, как летом, но можно делать и салат, можно делать и пережарку, и все, и плов жаркое хоть куда. Следующий сорт, который самый-самый последний уже дозревает, Кенигсберг, про него я вам говорила. Вот про него тоже нигде не написано, что он хорошо хранится. И это было для меня тоже открытие, он же вроде как считается крупный, мясистый. Вот про Кенигсберг сейчас прочитаю. Вот среднеспелый сорт сибирских селекционеров, индотерминатный тоже, высота куста большая, овально-удлиненные плоды, вес до 300 грамм, ровные и плотные, идеально подходят для салатов. И вот здесь прошел акклиматизацию в западно-сибирском регионе. Про длительное хранение производитель тоже ни слова не указывает нам почему-то. Но вот они оказались тоже долго хранящиеся. И вот эти у меня поспели самые-самые, которые я снимала еще зеленые из куста, самые последние. Я не думаю, что они будут такие же вкусные, как летом на кустиках, но все равно, представьте, завтра декабрь, такие свежие, такие хорошие помидорки, это не магазинные. И последний сорт, о котором я хочу сказать, ой, уляпала все, я их так не промыла хорошо, так сполоснула. И последний сорт, это еще этот, перцевидный желтый. Я что-то даже запуталась. Это или перцевидный желтый, или банан желтый. Я вам рассказывала про банан оранжевый, и все спрашивали, это банан желтый или банан оранжевый. Вот тут был банан оранжевый. А вот это или перцевидный желтый, или банан желтый. Ну, короче, это не важно. Опять же, еще раз повторю, Если вы хотите хранить, то лучше укладывать перцевидные сорта, вот как оказалось и пальчиковидные ранние тоже идут, вот такие маленького веса. И оказывается, что от крупных томатов, которые летом 300 граммовые, если последние плоды небольшие, все снять зелёные, они тоже дохранятся. Мне хочется его разрезать. Они тоже хорошо дохранятся. Ой, смотрите, он даже в центре очень хороший, без изъянов. Единственное, что у него зелёные семечки невызревшие, видите? Попробовать бы. Вкуснятина! Прям летом опахнула. Смотрите, какой он сахаристый. Значит, вот намотайте на ус Кенигсберг золотой. Очень долго хранится, но при условии, если вы его здоровые плоды положите, укладёте в подвал. И очень вкусный. Он вот чуть-чуть, нотка кислинки, мягкий, рассыпчатый такой. Всё, до свидания. Пять сортов. Сахарные пальчики, мила, старик хатабыч, жёлтый перцевидный или банан жёлтый и Кенигсберг. Можно смело укладывать на хранение.